Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Людмила Александрова, и утренняя информационная бригада нашего канала. Минимальный порог для ограничения выезда за границу с начала октября увеличен. Теперь он составляет 30 тысяч вместо прежних 10. Правда, нововведения коснутся не всех должников, а только тех, кто имеет долг по кредитам или за услуги ЖКХ. Для должников по налогам, алиментам и штрафам ГИБДД все останется по-прежнему. На сегодняшний день ограничения на выезд действуют в отношении более 4,5 тысяч новгородцев. Еще 25 тысяч в зоне риска. Чтобы это не стало неприятным сюрпризом, судебные приставы советуют проверять свои долги на сайте управления. И делать это лучше задолго до планируемой поездки за границу. После оплаты за должности ограничения отменяются не раньше, чем через 10 дней. Жители поселка Панковка накануне были удивлены появившимся металлическим забором, который отрезал от тротуара один из пешеходных переходов. Теперь, чтобы перейти на другую сторону улицы, по правилам дорожного движения необходимо идти 150 метров до светофора. Как выяснилось, сплошной забор не ошибка строителей. Решение о ликвидации данного пешеходного перехода было принято руководством автодороги Великий Новгород-Псков. Данный участок является аварийным и опасным. За 9 месяцев текущего года на нем произошло 4 дорожно-транспортные происшествия, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Вскоре здесь будут убраны дорожные знаки и проведено демаркирование дорожной разметки. Пока же власти пошли навстречу местным пешеходам и демонтировали один пролет ограждения. Но он вернется на место уже в ближайшие дни. Учебный год начался уже больше месяца назад, но далеко не все родители помнят о том, что детские документы на льготный проезд необходимо продлевать. Об этом им напоминают социальные службы. Этой льготой пользуются более 3000 детей и школьников. Примерно половина из них проживают в Великом Новгороде. Чтобы бесплатно ездить в общественном транспорте, надо собрать необходимые документы и получить, либо продлить соответствующую справку. Действует она ровно один год. Родители, которые забывают об этом, должны еще раз посмотреть, по какой действует эта справочка и обратиться либо в многофункциональный центр для замены этой справочки, либо для ее продления, либо в комитеты, в органы соцзащиты населения по месту своего жительства. Если документы просрочены по закону, кондуктор должен отнестись к ребенку, как к любому безбилетному пассажиру, предложить оплатить проезд или покинуть транспорт. Но в автобусном парке уверяют, никогда маленьких нарушителей не выгоняют на улицу. Это приказ руководства. И все же кондукторы просят взрослых внимательно проверить, чем они отправляют путешествовать по городу своих детей. В продолжение темы общественного транспорта. С 16 октября некоторые городские автобусные маршруты переведут на зимнее расписание. Часть маршрутов несут изменения, еще несколько отменят. Так, шестерка будет ездить до дома номер 13 в деревне Новая Мельница и только отдельные рейсы до 7-го километра Мехинского шоссе. Автобус номер 2 до улицы Заводская, 56, поселка Панковка. Автобусные маршруты номер 21 и 32 будут отменены. Также в выходные и праздничные дни будут прекращены перевозки пассажиров на направлении 9А до 9-го километра Псковского шоссе. Более подробную информацию можно получить на сайте Центральной диспетчерской службы или по телефону 77-73-47. В Броннице открылась долгожданная детская спортивная площадка. О необходимости ее появления в селе неоднократно говорили местные жители. Свои пожелания они оставили и на портале Вечевой колокол, но местная администрация к тому моменту уже прорабатывала этот вопрос. Деньги с федерального и областного бюджетов были получены. Недостающую часть выделил спонсор. Стройка была по-настоящему народной. Конечно, огромное спасибо нашим всем жителям. Жители приходили от мала и до велика. Как только завозился какой-то материал, мы писали объявление, что сегодня мы что-то начинаем делать. Все приходили, принимали участие. Это очень приятно. Планировалось, что работы по устройству площадки будут выполнены к 1 октября, но всем миром их закончили раньше, 25 сентября. В следующем году администрация поселения планирует построить детскую площадку в парке у Бронецкого дома культуры. На этом у меня все. Далее о погоде. Я желаю вам легкого начала дня. До встречи.